Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Чергесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Наполнительно, юльская выплата 10 тысяч рублей предоставлена автоматически без обращения в пенсионный фонд. Подробность о единовременных выплатах в материалах нашего выпуска. Искуя своим здоровьем вдали от своей семьи, они боролись за здоровье граждан нашей республики. Врач Наталья Куржева расскажет о том, как это было. Для чего используется полиграф и что является основным направлением деятельности психолога, подробнее в нашей постоянной субботней рубрике. Дополнительную разовую выплату 10 тысяч рублей в июле уже получили 60 тысяч семей Карачаева-Черкесии. Средства дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет. Единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Дополнительно, юльская выплата 10 тысяч рублей предоставлена автоматически без обращения в пенсионный фонд. Однако и семьи, которые по каким-то причинам еще не подали заявление на дополнительные меры поддержки. Карачаево-Черкесское отделение пенсионного фонда рекомендует родителям не затягивать с подачей заявлений и уже сейчас получить полагающие пособия и потратить средства на первоочередные нужды семьи. Напомним, что подача заявлений удаленно на портале госуслуг является самым удобным и безопасным способом. Такие семьи получат дополнительную выплату вместе с основной выплатой по заявлению. При этом напоминаем, что заявление следует подавать удаленно через портал государственных услуг и только в случае крайней необходимости в офисе пенсионного фонда по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам территориальных органов пенсионного фонда, указанных на сайте в разделе «Контакты региона». Напоминаем, жители Карачаева-Черкесии, у которых есть вопросы по теме выплат семьям с детьми, что они могут написать обращение через электронный сервис онлайн ПФР пенсионного фонда России, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей. Также в помощь получателям на сайте пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате правила заполнения заявления. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Светя другим, сгораю сам. Так можно охарактеризовать врачей, работавших в ковид-диспансерах в период пандемии коронавирусной инфекции. Искуя своим здоровьем вдали от своей семьи, они боролись за здоровье граждан нашей республики. Вот буквально недавно начался спад количества заболевших. И сегодня у нас в гостях врач-терапевт госпиталя «Северный» Наталья Куржева. Расскажите, пожалуйста, как вы приехали в Карачаево-Черкесию и как вы устроились в ковид-центр? Я приехала вообще к маме на отдых, но получилось так, что уже оказавшись здесь, я услышала о пике пандемии именно в нашей республике. И я не смогла остаться в стороне, не посодействовать, не вложить свой минимальный скромный вклад в помощь своим землякам. Мы начинали свое дежурство с того, с обхода. Обходили свои палаты, потому что нам были распределены каждому доктору по нескольку палат, плюс общий обход. На этом обходе мы выявляли, в зависимости от состояния, от тяжести заболевания, клиника, динамика пациента. И в зависимости от этого уже либо скотили вам, либо сама назначали лечение. Наталья, возможно ли передать те чувства, которые вы переживали, работая в ковид-центре? В первую очередь это огромный стресс, когда ты надеваешь этот костюм, эти очки, эту маску, ты заходишь туда, ты потерянный. Так как я молодой специалист и считаю себя молодой еще в медицине, то для меня это был огромнейший опыт, был плюс стресс. Потому что, войдя в госпиталь, ты понимаешь, что ты уже не на гражданке, и тебе приходится бороться с этим недугом, который постиг, к сожалению, очень многих. У нас были шестичасовые дежурства. Мы ротировались по бригадам. У нас было пять бригад. В моей бригаде, я была в четвертой бригаде, где ответственная была Джанкиоза Зарем Магомедовна, кому я безумно благодарна. Там не было «ты заведующий», «ты главный врач». Все мы были как одна большая дружная команда. Благодаря такому коллективу мне было легко начать работать с такими тяжелыми пациентами. Наталья, расскажите, пожалуйста, какой вывод вы для себя сделали, какой опыт обрели, пройдя через ковид-центр? Я в очередной раз убедилась, что самая гуманная профессия – это медицина. Чувство сострадания, человечность, благородство – все это вложено было не только мною, а моим коллективом в помощь этим больным. Понимая, когда человек столкнулся с новой болезнью и смотрит на тебя испуганными глазами в надежде, что ты ему поможешь. Ты выключаешь свои страхи, неуверенность. Ты просто идешь и делаешь. Просто помогаешь людям. Как сказал голландский лекарь Николас Вантюд, «Святя другим, здороваюсь сам». Придерживаюсь этого мнения. Ну и напоследок, конечно же, ваши пожелания жителям нашей республики. Жителям своей республики я хочу пожелать крепчайшего здоровья, сил, терпения, а также, пожалуйста, следуйте рекомендациям врачей. Потому что именно врачи будут вас спасать, именно они будут вас лечить. Спасибо, что пришли к нам в гости, нашли время и спасибо за ваш вклад, который вы внесли в защиту здоровья жителей Карачаева, Черкесии. Работа психолога-полиграфолога является необходимой для отбора кандидатов на прохождение службы в рядах Росгвардии. О том, для чего используется полиграф и что является основным направлением деятельности психолога, подробнее в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии». Добрый день, дорогие телезрители. Это очередной выпуск нашей телевизионной рубрики «В гостях у Росгвардии». Сейчас мы находимся у группы по работе с личным составом управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. Сегодня мы узнаем об эффективности использования полиграфа для профессионального психологического отбора кандидатов. Одним из основных направлений деятельности психолога – это проведение мероприятий профессионального психологического отбора. Полиграф – это техническое устройство, регистрирующее психофизиологические реакции обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы. У нас в основном стимулами, которые мы предъявляем, являются вопросы. Специальным образом подобраны и структурировано задаем. Опрос с использованием полиграфа проводится с целью проверки сообщаемой обследуемым лицом информации, а также для выявления наличия факторов риска, которые препятствуют поступлению кандидата на службу в войска Национальной гвардии Российской Федерации. Помимо кандидатов, которые желают поступить в войска Национальной гвардии Российской Федерации, также мы обследуем действующих сотрудников, военнослужащих, которые претендуют на вышестоящие руководящие должности. На следующий день после прохождения полиграфа полиграфолог готовит заключение результатов опроса с использованием полиграфа и назначает дату проведения психологического тестирования. По результатам тестирования изучаются личные и деловые качества кандидатов. Затем на заседании комиссии профессионального психологического отпора рассматриваются результаты комплексного обследования и определяется категория профессиональной пригодности кандидата и целесообразность его призыва на службу. Психологическая работа включает в себя несколько задач. Одной из основных задач является профессиональный психологический отбор кандидатов на службу войска национальной гвардии. Существует несколько методов, форм и способов для проведения исследований. Наиболее эффективным является метод с применением специальных технических средств. Таким средством является полиграф. И для нас использование полиграфа является своеобразным барьером, который дает нам возможность определить тех людей, которые ведут антисоциальный образ жизни. Совершенно очевидно, что функции, которые выполняют полиграф и проводимые мероприятия психологического обследования кандидатов в процессе современного кадрового отбора не могут быть обеспечены никаким иным способом. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. Лучшим выпускником Северокавказского федерального округа стала Саида Боисова. Выдающихся студентов России наградили на итоговом концерте Всероссийского онлайн-выпускного. О том, как студентка из Карачаева-Черкесии достигла такого результата, смотрите в нашем репортаже. Награждение выдающихся студентов нашей страны прошло в рамках итогового концерта Всероссийского онлайн-выпускного. По результатам конкурса от СКФО выбрали Саиду Боисову, а народом из Эркин-Шахара школу окончила в родном ауле. А после поступила в Северокавказский федеральный университет и там начала свой путь к вершине знаний. Я даже не подозревала, что меня туда пригласят. То есть я вовсю готовилась к защите диплома, была вся погружена в учебную деятельность. И звонят мне, представляются, здравствуйте, с Министерства науки высшего образования, такое-то мероприятие, хотим вас пригласить. Если вашу кандидатуру утвердят, то пригласим вас в Москву на награждение. Я, конечно же, удивилась. Это было спонтанно, очень не ожидала даже такого. За период обучения Саида становилась многократным победителем и призером краевых и всероссийских научных конференций, стала автором более 50 научных публикаций и даже выиграла грант на реализацию своего проекта. Что для студента важно знать, помнить, чтобы пройти от первого до последнего курса и получить все от студенческой жизни? Ну, в первую очередь, наверное, не бояться, то есть не бояться показать себя, не бояться представлять какие-то свои идеи. Возможно, тебе кажется, что общество как-то странно посмотрит на твое мнение, но на самом деле появляется очень много сподвижников, которых ты вдохновлять даже можешь. То есть, в первую очередь, это верить в свои силы и не бояться. По ее словам, мотивацией для ее достижений служила семья, где всегда отдавали приоритет развитию знаний, чем материальным ценностям. В моей жизни каким-то ориентиром всегда была моя семья. То есть, в моей семье ценность у образования была очень высокая. У меня дедушка орденоносец, у него есть медали Ленина, с бабушкой, обе бабушки, то есть, работали в школах. Дедушка был первым директором на Гайской школе. То есть, ну, все они были как-то связаны с образованием. Я знала то, что в какую бы нишу я не пойду в дальнейшем, то я должна буду там добиться таких высот, чтобы, ну, чтобы мной гордились, наверное, чтобы не понижать планку. Саида и дальше планирует продолжить учебу и заниматься развитием своего проекта. Руслан Жукаев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.